Если вы склонны к болезням сердца и сосудов, наверняка доктор прописал вам определенную диету из полезных продуктов, которые понижают риск инфаркта, инсульта, тромбоза, атеросклероза и других болезней. Верно? Из лаковой культуры в этом списке находится в изобилии. Их преимущество в том, что каша будет не только безопасной для организма, но она доступна для ежедневного употребления, недорого стоит и очень полезна для других систем. Кашу можно варить на воде, на молоке, на мясном или овощном бульоне. Приправлять специями, свежей зеленью, добавить в нее мясо, рыбу, морепродукты, орехи и грибы. В полезную цельнозерновую культуру можно добавить мед, фрукты, овощи и мясо. Приготовить на их основе котлетки, пудинг, пироги и самые разные запеканки. Как видите, рацион из каш может быть максимально разнообразным. Тем более, что и разновидностей самих каш далеко не одна и не две. Какие же каши будут самыми полезными для сердечно-сосудистой системы? Какие полезные микроэлементы для сердца содержат каши? Какие каши рекомендуется употреблять чаще всего? На эти и многие другие вопросы мы ответим в этом ролике. Но прежде чем мы начнем, просим вас подписаться на Progress Way и поставить колокольчик, чтобы вы не пропускали интересные ролики о пользе обычных продуктов. Итак, топ-5 самых полезных и вкусных каш для работы сердца и сосудов. Овсянка. Эту кашу можно употреблять как в цельнозерновом виде, так и в виде хлопьев самого разного помола. Она ценна тем, что при переваривании в организме она долго поддерживает оптимальное соотношение глюкозы в организме и позволяя ему чувствовать голод. Такой эффект поможет сбросить лишний вес и будет очень полезен для профилактики и защиты от сахарного диабета. А еще овсяная каша поможет уменьшить содержание вредного холестерина в организме, укрепить стенки сосудов и защитить вас от атеросклероза. В Китае было проведено исследование, в котором приняли участие две группы людей. Первая ежедневно завтракала овсяной кашей, а вторая употребляла по утрам такую же порцию цельнозерновой лапши. В результате полутора месяцев эксперимента у первой группы существенно снизилось содержание вредного холестерина в организме в сравнении с людьми из второй группы. Ценители здорового образа жизни приспособились и употребляют овсянку в самых разных вариантах блюд. Овсяные блины вообще делают без муки, что особенно полезно для людей с заболеваниями сердца и проблемами с обменом веществ. Рис. Это единственный зерновой продукт, в составе которого содержится ангиотинзин-2. Это вещество, которое способно понизить содержание протеина в составе крови. При этом большинство вещества содержится именно в оболочке риса. Вводя эту крупу в свой ежедневный рацион, вы можете предотвратить возникновение гипертонии и атеросклероза. А еще чем меньшей выработке подвергался рис, тем он будет более полезным для кишечника и поможет сохранить эластичность ваших сосудов. Важно помнить, что бурый коричневый рис намного полезнее для предотвращения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Гречневая крупа – это самая популярная каша на территории постсоветского пространства и одна из самых полезных каш для человеческого организма. Она помогает предотвратить многие заболевания сердца и сосудов. Гречка имеет очень низкую калорийность и способствует похудению. Она снижает содержание сахара в организме и предупреждает развитие сахарного диабета, а также активно участвует в образовании крови из-за высокого содержания железа в организме. А еще она помогает предотвратить атеросклероз и защищает сосуды. Гречка настолько вкусна, что из нее можно очень просто и быстро приготовить самые разные целебные блюда. Например, ее можно залить кипятком и закутать на ночь, чтобы к утру была готова вкусная и полезная каша. Ее заливают кефиром, молоком, употребляют сахаром и медом, с овощами и мясом. В любом виде гречка будет позитивно сказываться на профилактике болезней сердца и сосудов. Пшеная каша – еще одна каша, которая пользуется огромной популярностью в народе. Вернее всего выбирать кашу по цвету. Чем она желтее, тем вкуснее будет блюдо. Ключевыми преимуществами такой каши будут улучшение обмена веществ, снижение массы тела и улучшение работы сердца, снижение уровня холестерина в организме, а также обильное содержание калия. Он нужен для очистки сосудов и увеличения эластичности стенок сосудов. Пшеная каша готовится на молоке или воде, отлично комбинируется с любыми другими как сладкими, так и мясными продуктами, с овощами и диетическими продуктами для людей сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кукурузная каша Каша из кукурузы готовится из качественного дробленого зерна, но это не мешает каше быть одной из самых полезных круп для сосудов и сердца. Кукуруза – это продукт, который очень богат магнием, калием и клетчаткой, поэтому он замедляет усвоение углеводов и жиров. Поэтому ее рекомендуют кушать при диабете для нормализации показателей глюкозы в организме. Благодаря содержанию селена и многих антиоксидантов, кукурузная каша способна поддерживать молодость миокарда и предупредить массу заболеваний сердца, а еще она понижает риск гипертонии и помогает снизить давление в организме. А еще интересно, что этот продукт с очень низким гликемическим индексом, значит он помогает бороться с ожирением и облегчает работу сердца. Еще 10 полезных свойств, которыми обладает каждая каша. На каждом столе в любой семье зерновые крупы должны занимать важное место, поскольку они не только повышают качество работы сердечной мышцы, но и дают организму бодрость и энергию. Именно поэтому говорят, что хорошая каша – это одновременно и лекарство, и десерт, и полезная пища. Каша дает организму массу энергии. Они состоят из медленных углеводов, которые не притупляют сознание и дают большое количество энергии. Каша очищает организм. Если сварить кашу на несоленой водичке, она поможет вывести из организма массу токсинов. Пару дней диеты на такой пище, и кожа станет чистой, а кишечник заработает в полную силу. Каша устраняет запоры. Благодаря содержанию клетчатки, каша быстро справляется с любыми видами запоров. Каша поможет защититься от раковых заболеваний. Цельнозерновые крупы понижают риск развития онкологии примерно на 20%, а риск рака кишечника на 55%. Каши содержат полезный растительный белок. Именно поэтому они являются незаменимыми в детском питании, очень нужны вегетарианцам и на постных диетах. Каша отлично подойдет для питания аллергикам. Гречка, рис и кукурузная каша в некоторых случаях могут вызвать аллергию. Но это самый низкоаллергенный продукт, их дают детям с ранних месяцев в качестве прикорма, а также их можно кушать астматиком и аллергиком. Каша содержит массу минералов. Диеты и рационы питания, в которых содержатся полезные каши, будут самыми легкими и полезными для организма, поскольку это простейший и самый полезный способ получить полезные минералы и микроэлементы. В этом плане очень полезной является средиземноморская кухня, где крупам отводят солидную часть рациона. Каши помогают сбросить лишний вес. Несмотря на то, что каши калорийны, они отлично избавляют от лишних килограммов. Они уменьшают аппетит, надолго придают чувство сытости и выводят из организма вредные токсины. Но сахаром и маслом для такой очистки их сдабривать нельзя. Лучше использовать куркуму или имбирь. При лишнем весе можно кушать каши с овощами, рыбой и легким куриным мясом. Каши очень полезны для пищеварительной системы. Вязкие и полужидкие каши часто употребляют по рекомендации врача при заболеваниях ЖКТ, поскольку клейковина из состава каши обволакивает стенки желудка и снимает болевые приступы при язвах и гастрите. Каши почти не имеют противопоказаний. В природе почти нет вредных каш, и каждая из них очень полезна для сердца и сосудов. А еще мы хотели рассказать вам несколько особенностей питания при разных сердечно-сосудистых болезнях. Польза от каши будет только усиливаться, если комбинировать ее с другими продуктами, полезными для сердца и сосудов. При атеросклерозе рекомендуется разнообразить свой рацион и добавлять в каши следующие продукты. Рыбу, креветки и кальмары, которые содержат жирные кислоты омега-3, обезжиренный творог, фрукты с высоким содержанием клетчатки и углеводов, нерафинированное масло, льняное, подсолнечное, оливковое и кокосовое, тыквы, помидоры, огурцы и другие овощи. При стенокардии и инфаркте протертые или отварные овощи, макароны, подсушенный хлеб. Фрукты, насыщенные витамином С и свежевыжатые соки из них, орехи и свежую зелень, кисломолочку и морепродукты. При заболеваниях кровеносной системы. Обязательно добавляем в рацион мед и молочные продукты. Ягоды, виноград, калину и клюкву, а также все виды фруктов и овощей, кроме чеснока и лука. Несоленые виды хлеба, орешки и свежая зелень, куркума, натуральные сладости, курага, изюм и сухофрукты, а вот горький шоколад лучше употреблять поменьше. Что советуют кардиологи? Врачи рекомендуют жертвовать своим привычным рационом в пользу полезных продуктов. Качественное питание и полезные привычки в кулинарии помогут вам продлить работу сердца и сосудов, сделать их здоровыми и сильными. Необходимо солить пищу минимально или вообще обходиться без нее. Во многих продуктах уже содержится соль, поэтому организм будет получать все необходимое. Лучше будет приучить себя не употреблять никакой пищи за два часа до сна. Это позволяет в ночное время суток восстанавливаться сосудам и мышцам. Нужно разнообразить свой рацион и использовать разные продукты для сердца. Чередуйте каши с овощами, экспериментируйте со своей новой пароваркой, мультиваркой и духовкой и избегайте жареных продуктов и вредных блюд с канцерогенами. На этом все, дорогие друзья, если ролик был вам полезен и интересен, обязательно поставьте ему лайк, поделитесь им со своими родными, близкими и друзьями, а также не забывайте подписываться на Progress Way и поставить колокольчик, чтобы не пропускать полезные и интересные материалы на нашем канале. А если у вас есть свой опыт в составлении рациона для правильного питания для сердца и сосудов, делитесь им в комментариях с нашими подписчиками. До новых встреч!